Добрый день, уважаемые коллеги! На сегодняшней встрече мы продолжаем с вами разговор о формировании математической грамотности учащихся. И данная запись будет посвящена методическому обеспечению функциональной грамотности, в частности математической грамотности учащихся. Понятно, что если стоит такая проблема, то перед учителем всегда встает вопрос, где взять, что взять, как это использовать. Итак, методическое обеспечение формирования функциональной грамотности. Напоминаю вам, что в рамках исследований ПИЗа под математической грамотностью понимается способность человека, а способность – это освоение способами деятельности. Если человек освоил способы деятельности и может их использовать, этот человек способен. То есть вот именно способность мыслить математически формулировать, применять, интерпретировать математику для решения задач, но не знакомых ситуаций, а применять математику в различных контекстах. То есть математическая грамотность, она считается, что она сформирована только тогда, когда ребенок может использовать те знания, которые ему даны для решения каких-то задач. Модель формирования функциональной грамотности заложена уже в стандарте ФГОС, как в стандарте ФГОС 2010 года, так и в стандарте ФГОС 2021 года. И математическая грамотность, она формируется через все виды деятельности, в том числе, если мы посмотрим требования к результатам освоения общеобразовательных программ. То есть мы и в метапредметных требованиях к результатам, и в предметных, и в личностных результатах увидим те результаты, которые направлены на формирование именно функциональной грамотности ученика. Ну и то, о чем я говорила, о том, что когда проявляется математическая грамотность, то есть мониторинг, мягкий мониторинг, который проводился в 2020 году и выборочно в 2019 году, подтвердил, что у наших детей недостаточный уровень сформированности вот этого математической грамотности, это проявляется прежде всего в том, что в формализме знаний. То есть знания у детей есть, но они не умеют использовать эти знания для решения каких-то задач в незнакомой ситуации, то есть в тех ситуациях, которые им незнакомы. Это подтверждает, что у нас образование остается для школы, а не образование для жизни. Ну и, коллеги, если знания неосознаны и не присвоены учащимся, то они проявляются только в знакомой ситуации. Как только выходим за рамки этой знакомой ситуации, за рамки учебника, то дети теряются. То есть нашим детям присуща, так сказать, ситуационность знаний. Всё зависит от той ситуации, в которой они находятся. Ну и что сегодня подготовлено для того, чтобы помочь учителю работать над проблемой формирования функциональной грамотности? Ну, прежде всего, я отправляю вас на сайт Института стратегии развития образования, Академии образования Российской Федерации. И на этом сайте есть ресурс по формированию вообще функциональной грамотности, в том числе и математической. И на этом сайте по каждому виду функциональной грамотности существует банк идей. Что содержится в этом банке идей? По классам содержатся задания. Во-первых, вначале есть список заданий, то есть вы можете скачать этот список и понимать, какие задания есть в этом банке данных. Во-вторых, есть сами задания. В-третьих, есть характеристика этих заданий и система оценки заданий. И, кроме этого, есть некоторые рекомендации и комментарии по каждому заданию. Давайте посмотрим, ну вот пример, посмотрите. Вот есть комплексные задания, например, шкалы температур. То есть привычное уже для нас с вами компетентностно ориентированное задание или контекстное, где есть некоторый текст, дается таблица и затем дается задание по этому тексту. Данное задание связано с тем, что в России у нас измеряется температура воздуха и тела в градусах Цельсия, а, например, в США шкала Фаренгейта. Ну и вот какие проблемы может встретить человек, который прибыл в США, если у него вдруг поднимается температура или ему нужно измерить температуру воздуха, к примеру. То есть вот эта задача как раз об этом. Ну и вторая задача тоже связана уже с тем, что в ситуации нужно ответить на какой-то вопрос. То есть вот сама задача. Затем дается характеристика системы оценивания. То есть здесь у нас проверяется такая содержательная область, как изменение независимости. Познавательная область или компетентностная область – это применять. В контексте – это образовательный контекст. Уровень сложности – это самый первый низкий уровень сложности. И дальше идут какие формы ответа, что оценивается. И идет дальше система оценивания. То есть как оценивается первое задание, как оценивается второе задание. Там же содержатся комментарии. Ну и вот комплексное задание шкалы температур описывается, что это задание формируется вне предметной математической области. Оно является информационно-познавательным и описывает какую-то реальную жизненную ситуацию, о которой я уже говорила в самом начале. Так вот, дальше идет такой комментарий, что работа с ситуацией может быть продолжена учащимся и проведена как бы для других значений температуры. Кроме этого, говорится о том, что может быть организовано небольшое исследование или небольшой проект, где дети изучают свойства зависимости, соответствование нулей на шкалах, температуру замерзания воды, кипения воды. И при этом этот проект может быть связан не только с математикой, он может быть межпредметный. Можно привлечь и физику сюда, но и даже сделать такой совместный проект с учителем физики. Следующий ресурс – это уже печатная продукция издательства «Просвещение». В издательстве «Просвещение» вышла такая серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни». Пока вышел выпуск первый, но он состоит из двух частей. То есть называется так «Сборники талонных заданий» под редакцией Галины Сергеевны Ковалёвой. И здесь мы увидим задания, как обучающиеся, так и тренировочные в каких-то жизненных реальных ситуациях. Рассчитано на разный возраст, начиная с 10 до 15 лет. Ну это понятно, 5-9 класс. Кроме этого, приводятся комментарии к этим задачам, критерии оценивания. Есть задачи с решениями, а есть задачи для самостоятельного или коллективного выполнения. Ну вот пример задачи. Одну из задач из данного пособия – это новая квартира, где даётся схема квартиры, в которую переехала семья. И не совсем привычная планировка. И рассказано, что в этой планировке, значит, необычное. Ну и дальше нужно из этого текста, например, выбрать те утверждения, которые будут верны. Следующая книга, которую я хочу отправить – «Функциональная грамотность. Тренажёр для шестых-восьмых классов». Тут точно так же содержат разнообразные практикоориентированные контекстные задачи, которые помогут учащимся подготовиться к использованию в разных международных исследованиях. Ну и исходя из того, что контекстная задача появилась у нас и в девятом классе, понятно, что развитие функциональной грамотности приводит к тому, что дети научатся решать и задачи 1.5.9 класса. Ну вот пример, посмотрите. Там примеры очень разные. Есть задачи совсем, ну, достаточно близко приближенные к учебнику. Вот задачи на четырёхугольники. То есть даются четырёхугольники, описание, и нам нужно выполнить, ну, в данном случае выбрать фигуры, описание, которое приводится. То есть по характеристикам фигуры дети должны выбрать тот рисунок, который соответствует. Дальше, второй и третий вопрос, он связан с тем, что изменяются условия описания фигуры, и почему это дети должны сделать сами. То есть они должны изменить условия описания, то, которое было дано в первом задании так, чтобы ему соответствовала фигура с другим номером. Ну и дальше предлагается перерисовать в тетрадь ту фигуру, которую дети описали. И говорится о том, что ставятся условия, что должно быть не менее семи условий. Так, ну и посмотрите, четвёртое задание, которое связано с темой четырёхугольники, здесь оно более сложное, даются некоторые утверждения, и дети должны выбрать верные утверждения. То есть здесь уже совершенно другой уровень познавательной деятельности. Нужно всё-таки более глубокий анализ сделать тех условий, которые даны. Следующее задание, которое хочу привести в качестве примера, вот из тренажёра. Здесь вы видите уже совершенно контекстную задачу в чистом виде, когда даётся текст, даётся диаграмма к этому тексту, и задаются вопросы, на которые учащимся нужно ответить. То есть опять, если проанализировать все задания, то мы видим, что от простого к сложному уровень заданий возрастает. На сайте просвещения создан ещё один банк заданий по функциональной грамотности. То есть этот банк пока только начал создаваться, в нём чуть более 500 заданий, но автор обещает, что он будет постоянно пополняться. Поэтому милости просим, заходите и смотрите. Задания в этом банке аналогичны тем, которые задания «Тренажёр» и книга «Учимся для жизни». Следующий ресурс, куда я вам хочу отправить, это ресурс, так называемый тренажёр, да, или электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. Этот тренажёр расположен на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Пошаговая инструкция, как получить доступ к электронному банку заданий, она представлена в руководстве пользователя на Российской электронной школе. Ну, Яндекс.Учебник. У них есть такой курс работы с информацией, системы обучающих задач. То есть проходит погружение в задачи, где необходимо работать с информацией разной. Кроме этого, погружение самого учителя в работу функциональной грамотности проходит так называемой через онлайн-диагностику компетенции по формированию функциональной грамотности у учеников. То есть вы можете пройти вот эту вот диагностику, и вам тогда порекомендуют какие-то курсы повышения квалификации по итогам диагностики. То есть вы сможете определить, что вы знаете, а что вы не знаете. Ну, и коллеги, тот, кто интересуется вопросом функциональной грамотности, на сайте Академии повышения квалификации.